Итак, продолжается встреча в городе Саров. Встречается хоккейный клуб Саров Инвест и Уран из Дзержинска. Счет 2-1 пока в пользу гостей сегодняшней встречи. И будем смотреть, остались ли силы у хоккейного клуба Саров Инвест на то, чтобы сравнять счет или победить в сегодняшнем матче, чего бы нам очень, конечно, хотелось. Дзержинская команда, как и в прошлом году, наверное, одна из самых сильнейших в этом чемпионате в этом году. Также скоро гости к Саровчанам приедут и хоккейный клуб Кстова. Как-то не на экспорт Кстова, да. Приедет также команда из Таншаева. Там тоже очень хорошая команда, и, если не ошибаюсь, они еще ни одной игры не проиграли. Также приедет еще хоккейный клуб из города Городца. В общем, в этом году покинулся Город Саров Инвест. Есть, собственно говоря, шансы попасть в призыв, как говорится. Но для этого нужно сделать очень много усилий. Вообще, в принципе, у Саровчан все складывалось неплохо. Как вы помните, в прошлом году, если кто следит за хоккеем, знает, что хоккейный клуб Саров Инвест стал победителем первенства области по первой лиге. Но сейчас наша команда замахнулась на высшую лигу. Может быть, конечно, планы грандиозные, но ничего, у команды вроде бы пока есть все шансы на то, чтобы будет в призах. Матчи будут проходить в формате двух кругов. Первая игра дома, тогда игра на выйдет, как вы понимаете. И так же после этого будет происходить первенство отплывов после двух кругов. Будем выяснять, кто будет победителем первенства в Межгородской области в этом году. Так что игры проходят в Бледовом дворце города Саров домашние. Все желающие зрители могут приходить, игры будут проходить. Каждую субботу в воскресенье. Здравствуйте, наверное, каждую субботу. В воскресенье, наверное, мало. Но весь формат вы можете, в принципе, посмотреть в интернете, когда будут проходить игры. По-моему, есть несколько буклетов в Ледовом дворце. Можете заранее в Ледовый дворец позвонить и узнать информацию о том, когда будет кокинуть в 40 мест играть в домашние встречи. Немножко мы отлиплись от игры. Покинулся в 40 место. Это Христоков, Зазнобин и Клепнев. Пара защитников Савинкин и Федосеев. Уезжает за ворота Христоков. Есть возможность бросить, что, собственно говоря, и делает Никита, но четкого броска не получается. Не дает, как следует, зацепиться к кокинистам. Очередной бросок по воротам Александра Малова. Не попадает сейчас Сергей Калинин по шайбе. Очередной бросок и вновь не попадает по воротам хоккеисты Сорок Инвеста. Да, не хватает немного удачи, конечно. Снова пошел Селятин в обыгрыш. Да, конечно, мало бросают из-под защитников. Наши нападающие. Очередной бросок и шайба попадает в оградительную сетку. Брасок не будет производиться в зоне хоккейного клуба «Уран». Очередной наброс на ворота Сергея Машковцева. Именно он, простите, защищает ворота «Урана». Больше борьбы стало в третьем периоде. Чувствуется, что разрыв небольшой. Напомню вам, что счет 2-1 и команда «Урана». «Урана». Снова наброс. Попадает шайба Игоря Саринкина. Осталась шайба в щитках у Александра Малова. Собрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Саров» и «Меск». Меняет Сергея Крепнева. Собрасывание чуть раньше он начал движение по отношению к своему визави. Уже несколько бросков за последние, наверное, минуту произвели хоккейисты «Урана». Очень много работы сегодня у Александра Малова. Вновь шайба находится в зоне хоккейного клуба «Саров Инвест». Не удается пока саровчанам плотно завладеть шайбой. Селябин проходит по краю. Дает передачу на пятачок. И Константин Поляков становится автором заброшенной шайбы. Очень нужный в этот момент сейчас для команды «Саров Инвест». 2-2. Ну так вот, остался еще порох в пороховице у команды «Саров Инвест». Никто мне отдает просто так очки. Молодцы ребята, поборолись. Но игра продолжается. И играть еще больше десяти минут. С передачи Ярослава Серегина, номер восемьдесят седьмой. Вначале забросил Константин Поляков, номер десятый. А сейчас Михаил Малафеев у команды «Саров Инвест» отправляется на скамейку штрафников. За задержку соперника руками. Если я не ошибаюсь, по-моему, именно так сказал судей-информатор. Вчетвером саровчане будут играть. Вновь выходит шайба за пределы. В зону хоккейного клуба «Саров Инвест». Оживилась игра после заброшенной шайбы. Не точная передача Сергея Клепнева. Нужен выход, конечно, из зоны. Я помню вам еще раз, что когда хоккейный клуб «Саров» ездил в Дзержинск, это был первый выезд. 3-3 в основное время сыграли команды. И только в дополнительном времени поделился победитель этой встречи. Сейчас был опять неплохой момент у команды Дзержинска. Сошла шайба с клюшки у Антона Медведева. Эх, чуть-чуть не получилось у Ярослава Серлякина дотянуться до этой шайбы. Видимо, сильно хватило. Оборонялись они вчетвером. Уже пятый полевой игрок вышел на площадку «Саров Инвеста». «Саров» 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 Больше, больше стало напорой натиска от Дзержинска. Не удается Саровчанам выбросить шайбу из своей зоны. Это, конечно, проброс, меняться нельзя, чувствуется, ребята подустали. Но напор на ворота Александра Малого был настолько сильный, что, видимо, не нашли они другого выхода. Кроме как выбросить шайбу из своей зоны. Кроме как выбросить шайбу из своей зоны. Кроме как выбросить шайбу из своей зоны. Чуть меньше 8 минут остается на табло. Очередной бросок по воротам Александра Малого показывает мастерство своей растяжки. Неужели в этот раз команда выяснит, кто сильный только в дополнительное время? Выигрывает Саровчане выбрасывание. Малафеев вылазит на пятачок. Неплохая передача была на Андрея Калашникова. Но не точно, не точно. Плюс еще мешают защитники. Очередная атака Саровчан. Момент. У Сергея Клепнева нужно было, наверное, бросать сейчас, но Сергей решил пойти в обыгрыш. Снова шайба потерян на синей линии. И вне игры фиксирует арбитр. В средней зоне опять будет бросывание. Семь минут пять секунд остается до свистка об окончании третьего периода. Я думаю, до этого времени команда попытается все-таки выяснить, кто сильнее. Есть возможность у Никита Клестакова бросить, что, собственно говоря, и происходит. Шайба не зажата, но звучит свисток. Жидко у Никита Клестакова бросает все-таки прохвал сcapалear со Senhor Падетцем Паре, Вignment коп oppos worstcount от чем в Мать? Но undergraduate Nein забыл. Андрей Клет Carol мне не повер Coca «Th Chef» depends место в стране beaches. Добра басс時間, если бы Alison не цел снять финалку, Быстрее мать великолепо топлив тут, выигрывает Иван Волков в браслане для своей команды Ачук пытался пойти в обыгрыш Владислав Арфенов выводит хоккеисты Саров Инвест шайбой из своей зоны начинает держится атаку но она захлебывается в самом ее начале Константин Поляков проходит среднюю зону не удалось надолго закрепиться в зоне противника очередной бросок шайба попадает Сергеев Калинина остается где-то у него в области ног снова Саровчане атакуют видно как есть желание хоккеистов забросить еще одну шайбу поворота гостей выбрасывают Саровчане шайбу из зоны кисту уроны ее перехватывают и до сих пор до сих пор Саровчане не вышли из своей зоны чуть больше четырех минут остается до свистка напомню вам счет 2-2 никто не хочет уступать и только что забивает третью шайбу хоккейному клубу Саров Инвест Антон Медведев номер 18 прошел он по краю и буквально под подмышку получается Александро малову залетела эта шайба очень обидный момент сейчас конечно для Саровчан может быть все-таки получится им отыграться есть еще время есть еще наверное и силы 1,2,3 1,2,3 1,2,3 очень опасный момент сейчас у ворот Александра Малового неудачно Вячеслав Парфенов выбросил шайбу благо, что все обошлось и не игра и и Вброс в зону, Селякин первый на шайбе. Нужно, ребятам, сцепиться за любую возможность сейчас. Прогроз. Осталось не так много времени и пока еще есть шансы, чтобы отыграться. Как вы понимаете, все меньше и меньше. Проиграл Константин Поляков сейчас вбрасывание. Вылазил на ближнюю штангу сейчас Сергей Калинин. В большинстве продолжится встреча для команды «Саров Инвест», так как на скамейку «Штрафников» отправился Денис Тихонов. Простите, нет, это Дмитрий Беззубов за задержку соперника. Руками отправился на скамейку «Штрафников». И остается чуть больше трех минут. Есть сейчас реальная возможность у «Саровчан» для того, чтобы забросить еще одну шайбу. Очень грубо сейчас играет пятый номер команды «Урана». Еще одно удаление будет в составе хоккейного клуба «Уран». И также отправляется на скамейку хоккеист хоккейного клуба «Саров Инвест». 5 на 4 будет продолжаться встреча. И Денис Тихонов отправился на скамейку за грубость у команды «Урана». «Урана» для «Урана». Мне позвонили в команду «Урана». ... «Урана» для «Урана». … Последние две минуты третьего периода. Уезжает Александр Малов на скамейку Вместо него выходит еще один полевой игрок Ворота пустые у саровчан И вне игры Но только сейчас, как вы видите, возвращается на свое место Александр Малов Вновь ворота саровчан пустые Пытаются они зацепиться хоть за какую-нибудь возможность Смотря на то, что они И так в большинстве, но Александр Малов еще и Уезжает на скамейку запасных Чтобы еще один полевой игрок оказался на площадке Селякин, есть возможность бросить Бросок Можно было попробовать добить, но Шайба пролетает мимо Сергея Клепнева Очередной бросок От ловушки Сергея Машковцева Шайба отлетает И остается несколько секунд Чтобы попробовать еще раз Забросить шайбу Бросок поворотом И не попадает Никита Хлестаков В красную рамку Вылетает шайба за пределы Зоны хоккейного клуба Уран И Три секунды остается на табло Наверное Проиграет Эту встречу Команда Саров Инвест Ну что ж, соперник сегодня был очень хорош Между тем, Саровчане не упали в грязь лицом И сопротивлялись до последнего Матч для вас комментировал Вячеслав Парфенов До новых встреч Любите хоккей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому